Ну, наконец-то уже скажите, что происходит с гадким утёнком? Так долго тянулась эта история. Она действительно получилась какой-то многострадальная, если честно. Наверное, один из самых долгих ваших проектов. Самый большой. Самый, да. Самый большой. Я думаю, второй раз я уже на такое не пойду никогда. Но это пять с половиной лет моей жизни. Есть человек, который согласился прокатывать, но для этого нужны дополнительные средства, если они выделятся. Всё под вопросом Министерства культуры на поддержку в прокате. Ну, всё как бы под вопросом. Я не знаю. Надеюсь, что этот прокат, если начнётся, он начнётся в начале осени. Подождите, о каких дополнительных средствах вы говорите? Затраты на рекламу? Во-первых, печать копий. Печать копий стоит... 100 копий стоит 2 миллиона 700 тысяч. Таких денег у меня, естественно, нет. Чего, рублей? Рублей, да. Но это же не какие-то огромные деньги. Ну, для вас нет, а для меня, да? Нет, нет, я не сейчас, не в этих категориях вы или я, а, скажем, для Министерства культуры. Ну, сейчас там настолько всё непонятно, и кто за что отвечает, и какие деньги будут, и как это распределяться будет. Всё настолько зависло, что всё немножко... Они взяли тайм-аут. И пока непонятные, да? Пока непонятные. Хорошо. Ну, в Москве наверняка там силами вашими, там, просто ваших друзей, знакомых, близких вам по духу людей, наверняка же будут организованы какие-то показы, на которые можно будет попасть. Наверное, да. Наверное, да. Но это как бы носит такой точечный показ. Это не прокат. Это не прокат. Так же, как фестивали, это не прокат. Так же, как и показы друзьям, это тоже не прокат. Потому что я рассчитываю на большую аудиторию. Я делал этот фильм в расчёте и на семейный показ. И детям, и взрослым. Ну, что совершенно, да, логично. Даже просто из сюжета, конечно. Уже не говоря о том, какие смыслы вы туда вложили. Я так немножко знаю. Ну, сюжет-то совершенно другой немножко. Ну, не совершенно другой, но немножко другой. Ну, как совершенно другой? Совершенно другой. Так, вот с этого места поподробнее. Когда я читал ваше интервью, там, трёхгодичное, двугодичное, даже годичной давности, там не шла ещё речь о том, что совершенно другой сюжет. Ну, там он превращается в лебедя. Вот всё, что осталось от Адмерсона. А всё, что предвосхищает это превращение, это, конечно, совершенно другое. Это моё. Ну, как бы я исходил от того, что, ну, предположил, а если бы родился бы этот лебедёнок, родился в птичьем дворе. И дальше пошла история его. От детства, мужа, и до всех этих унижений, которые он испытал на этом птичьем дворе. Знаете, я вас не буду спрашивать про что. Это мы сходим, посмотрим, сами выводы сделаем. Но вот вы лично, вы зачем именно это кино, именно сейчас делали? Я, ну, вот как вам сказать, мы как бы с сыном идём разными дорогами, но в одну сторону. Я напомню для наших слушателей, сын Гарри Яковлевича, Павел Бардин, занимается кино не анимационным, а просто, да, кино, игровым кино. И то, что он сделал «Россию-88», когда выступил достаточно смело против ксенофобии и сделал фильм о московских скинхедах, художественно-игровой, ну, как бы это болевая точка. Это болевая точка, которая его беспокоит, меня беспокоит. Я своим, своими средствами. Но я говорю о том, что рядом с нами живут разные люди, абсолютно не похожие на нас. И наша толерантность, наша терпимость, это всё как бы об этом, об этом. О том, что они так же чувствуют боль, холод, голод и достойно так же уважения, как и чёрный, как и белый, как и жёлтый. Вот, собственно говоря, об этом. Как бы продолжаю тему фильма своего «Адажера», но только в развернутом музыкальном плане. И это, ну, как бы более мощное, потому что около 500 персонажей. Вот, и я должен... Развернули сказочку. Ну, я вам должен сказать, что там задействованы такие силы, с которыми вот мне, дай бог, было дотянуться. Потому что, во-первых, музыка Чайковская. Вы из «Лебединого озера» и из «Щелкунчика», да? Из «Щелкунчика», да. И там замечательный аранжировщик Серёжа Анашкин, мой старый друг, который сделал такую аранжировку, что её согласился сыграть Спиваков. Да, он сказал, что... И сыграл, да? Сыграл. И именно его исполнение. Да, да. Он сказал, что если покорёжишь Чайковского, писать не буду. Ну, я ему сказал, что я Чайковского люблю не менее, чем Спиваков. И когда он прочитал ноты, партитуру, он сказал, кто у тебя аранжировщик? Я говорю, вот, Серёжа Анашкин, он говорит, замечательно. Они сыграли, сыграли час музыки. Это потрясающе. Это в Доме музыки была запись, это был один из счастливых дней. Вообще, я музыку люблю, а запись музыки – это праздник. И вот этот праздник устроил мне Володя Спиваков, когда записал со своим оркестром, национально-филдармоническим, час музыки Чайковского. Это было замечательно. А потом был Юлий Ким, стихи на балетную музыку. А потом был хор Миши Турецкого, который тоже внёс свою лепту. Потом была Юлия Рудберг. Это вы сейчас перечисляете людей, которые пели и озвучивали. Озвучивали, да. И Света Степченко, моя любимая альтистка-артистка, вот так, она альтистка в оркестре Спивакова, замечательная альтистка. И она когда-то пела у меня «Красный шапчик», «Серый волк» и «Красный шапчик». И спустя много лет вот она спела «Загадку утёнка». Но спела так, что вот буквально комок горлика она поёт. А правда, что у вас там вообще чуть ли не банкиры рыдают в конце? Ну, даже не в конце, а, скажем, в середине, когда вот он там преодолевает, бедный этот утёнок, там, все препятствия свои. То что? То плачут прямо все. Ну, я слышала, что просто невозможно смотреть, так это всё трогательно получилось, что прямо рыдают. Ну, как вам сказать? Сказать «Да, рыдают». Я сделал такое. Это было бы с моей стороны глупо. Но я должен сказать, когда мы сделали перезапись и уже смотрим результат перезаписи, то есть изображение, звук, объёмный, 5 плюс 1, Dolby Surround, мы смотрим. У меня звукорежиссёр Володь Кузнецов в перезаписи, а звукорежиссёр ещё один, это Александр Хасин. И на финале, когда превращается он и вот всё это завершается так хорошо, мы плакали. И плакали, в общем, взрослые мужики, но от сопереживания происходящего, я думаю, что зритель поймёт это и оценит по достоинству. Если будут плакать, я буду рад. Наверняка будут. Главное, что всё это дошло в полном объёме до зрителя. Спасибо. Спасибо.